27 июня в России отмечают День молодежи. Праздник был утвержден в 1993 году, когда молодое поколение нового государства нуждалось в поддержке. Сегодня молодежи оказывается поддержкой для всестороннего развития. В каком направлении двигается молодежь Ненецкого округа, наши корреспонденты увидели на площади Марацей. Концерт на главной площади города – как демонстрация талантов. Самая активная и восприимчивая часть населения полностью оправдывает свой статус. С каждым годом те, кому больше 14 и меньше 30, осваивают новые виды искусства и творчества. И есть уже немалые успехи. Так, танцевальный коллектив «Шоу Тайм» представил регион на международном чемпионате по хип-хопу, а сборная округа по КВН выступила наравне с командами из Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростовской области и Донецка на Слобожанской лиге КВН. Молодёжь из Оксина делает ставку на здоровый образ жизни. Для праздника она подготовила антитабачную акцию «Курить немодно, дыши свободно». Взамен на сломанную сигарету организаторы угощали сладкими призами. Сами оксинчане ведут здоровый образ жизни и не представляют её без спорта. У нас сейчас открыт спортзал, ещё, правда, не на полный рабочий день, но всё-таки он уже функционирует. И у нас очень много молодёжи, школьников, взрослых людей очень много туда ходят, проводят свой досуг там. Они играют в волейбол. Сегодня, когда мы уехали, проходил турнир по волейболу. Поэтому у нас здоровый образ жизни очень присоединяется к этому. Кстати, о здоровье в этот день думала не только молодёжь из Оксина. В мобильном пункте отделения профилактики Ненецкой окружной больницы можно было проверить кровь на ВИЧ-инфекцию. Медсёстры передвижного пункта одного за другим принимали гостей праздника. А заведующий отделением поздравлял виновников торжества. «Я желаю молодёжи в округе и гостям Багермара быть всегда оптимистами, смотреть на жизнь с улыбкой, радостью, а не уходить в умение, жить с оптимизмом будущего. Всем любви, здоровья, счастья!» Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север».